17 градусов всего лишь. Какая холодильная после этих дождей. Я не знаю, как у других, а у нас в прогнозе погоды обязательно указывается температура такая-то, а чувствуется вот так-то. Feeling like this. Чувствуется другая. И сегодня тоже температура 17 градусов, а чувствуется 11. Такая вот смешная подробность. Да, Майла? Вот так вот, хвост. Так. А вот с солнышком. Ой, какие это гирлянды ёлочные. Фейерверк. Салют. Не устаю восторгаться. И что важно сказать ещё про дендробиумы, что они растут как бы более кучно. У них нет резумы, как у котлеи, которая длится, длится, иногда может вырастать очень длинной. Нет. Он себе вот так вот кучкой-кучкой такой растёт и очень долго занимает маленький горшок. Очень-очень долго. Вот он у меня буквально один раз был пересажен с малыша. И вот сейчас этот горшочек размером, ну, я думаю, 8 сантиметров, если не меньше. Максимум 8. И вот так вот все они, эти дендробиумы, вот так вот они растут. Большинство дендробиумов. Ну, очень ветрено, но я рада, потому что этот ветер хотя бы немножко подсушит горшки мои мокрые, супер мокрые, все мои орхидеи от дождя. Ну, и вот тоже солнце. Вино тайванское, Taiwan Chief Wine. О, какой он красивый. Вот форму бульб природного дендробиума от тетрагона вы ни с чем не спутаете никогда, потому что вот тетра, это с латыни квадрат 4, 4 стороны у призмы, форма которой присуща этому дендробиуму. Она такая, как бы, с углами такими, ну, призма, если вы помните из курса математики, стереометрии, со школьных лет. Вот бульба граненая такая, призма, я бы не сказала, что она такая уж прямо квадратного сечения, наверное, и треугольник там есть, и пятиугольник. В общем, она граненая, нельзя сказать, что прям квадрат, но это призма, то есть не кругленькая, а просто бульбочка такая, как вон у Нобили или у всех других дендробиумов, а граненая. И также вот и у этого, начиная от тоненького-тоненького такого размера, бульбочка тонюсенькая, тонюсенькая, а потом она расширяется. Да, красиво, очень красиво, душистые они, такой запах интересный, характерный такой для этих дендробиумов. Там и сладость есть, перчик какой-то, и вроде бы даже как какой-то травой, что ли, пахнет. Травами, травами, мята может быть, мята. Сейчас пойдем посмотрим, что тут поделывают мои яйцебидиумы. Я их прятала, но уже когда не имела смысла этого делать, когда уже они настолько промокли под дождями, я решила спрятать их под крышу. У этого новые росты выросли, уже прямо такие большенькие, и не наблюдается никаких новых, то ли росточков, то ли бульб, ничего нет. У этого тоже никаких признаков жизни. Вот только отсыхают листья. Дендробиум отсушивает внешние листья. Они обычно растут в течение 30 месяцев. Да, 30 месяцев – это их срок до того, как они желтеют. Это, получается, 2,5 года где-то живут листья. И вот так вот из серединки, из серединки растут новые у бульбы, а внешние осыпаются. И даже вообще бульбы могут потерять все листья. Это ни о чем не говорит. Сильный, здоровый цимбидиум, конечно же, может иметь бульбы без листьев. И когда цимбидиум перерастает в свой горшок, его просто делят, но минимум должно быть 3 бульбы, чтобы иметь надежду, что на следующий год, а скорее всего через 2 года, такой цимбидиум зацветет. Потому что они очень не любят пересадку. Пересаживают их только, когда они действительно уже вылазят полностью из горшка и делят тоже в тот же самый момент, и их переваливают. Если корни хорошие, конечно, не гнилые, их переваливают, не трогая ни в коем случае корневой ком. Просто добавляют субстрат на дно и по краям. А если делят, то ни в коем случае не делите отдельно еще и бульбы, не разделять их. Он может вырасти, конечно, из этой одной бульбы, но это произойдет очень и очень не скоро. И зацветет такой цимбидиум лет так через несколько. И эти цимбидиумы тоже стояли у меня под дождем. В общем, у этого цимбидиума оказались новые росты. Бульбы растут, а не цветоносы. Вон они какие остренькие, плоскенькие. Ну, они такие и были с самого начала. И кончик их раздвоенный, вот как-то видно. У многих цимбидиумов я определила, что это растут новые бульбы. А вот у этого я показывала в прошлый раз. Такие кругленькие, похожие на пули новые росты. И это тоже, наверное, будет два цветоноса. Потому что они превращаются, превращаются потом. Вот что. Действительно, цветоносы. Доктор губы в вине. Ну, наверное, если губы в вине, доктор, не очень-то и нужен. Мне кажется, наоборот. Хуже, когда вина нет. Но вот такое вино у меня расцветает. Супер-супер. Ампельные цимбидиумы. Сейчас пойдем посмотрим еще на один. Этот был под всеми дождями цимбидиум. Тоже доктор. Хартбрейк. Вот как называется цимбидиум Хартбрейк. Доктор. Индиэн Сама. Диваньян он тут. Хартбрейк Доктор. Доктор, наверное, я так понимаю, разбивающий сердца. Не лечащий, а разбивающий их. Вот такой бывает доктор. Еще и имя у него. Индиэн Сама. Индийское лето. Два новых роста. Ну, вроде бы как многообещающие. Я не пойму. Сильно уже не маленькие. Один более зеленый, а другой рост. Или цветонос. Вот такой вот темный. Но, возможно, он подрастет и тоже изменит цвет. Но сказать трудно, что это будет очень уже не маленькие. Что еще можно сказать про цимбидиумы? Что они, всем известно, любят влагу. И им обязателен перепад температур. Они без перепада температур не зацветут. Хорошего перепада. Которого у нас, к сожалению, летом не хватает. Не потому, что им сильно жарко. У нас 32 максимальная температура. Но ночью 20 летом. А этого им мало. Им слишком тепло. Вот падала бы температура до 15 хотя бы ночью. О, вот тогда самое то было бы. Поэтому, какой у нас совет нам, Квинслинса, поливать холодной водой из холодильника. Я поливала и с удобрением такой водой, и просто водой. Вечером на ночь, теплыми нашими ночами, они охлаждались холодной водой из холодильника. 3 градуса тепла у нас так настроен. Холодильник 3 градуса у него только плюс. И вот оттуда я вынимала бутылки из-под сока. И все свои цимбидиумы поливала холодной водой летом. Зимой-то им хватает прохлады. Хватает. Но лучше всего они растут в нашей Южной Виктории. Или в южных частях Нью-Софеллс штата. Там, где холодней ночью и летом, и зимой. Зимой они выдерживают температуры даже и до плюс 7-8. Им холод нипочем. Ну, при условии, конечно, что это не 24 часа в сутки, а только ночью. А днем потеплеет. Ну и солнце им нужно, конечно, вместе с тем. И еда. Еда должна быть. Жидкое удобрение. Поливаются они все лето. Все лето, всю осень. А зимой нет, потому что очень редкий полив. Короткий отдых от удобрений. Но когда начинают расти цветоносы, опять жидкое удобрение. Можно даже раскладывать в гранулах. Я раскладываю в гранулах и весной для роста бульб. И в течение лета севид, концентрат морских подрослей в гранулах, раскладываю по поверхности. Можно там какой-то хорошо высушенный помет можно раскладывать коровий. Или там конский. Конский, наверное, немножко полегче переносится орхидеями. Но лучше жидкие удобрения. Их даже поливают каким-то раствором ананасового сока. Ну что-то тут такое наши местные орховоды вытворяют. Я не в курсе, особенно никогда не пробовала. Но магний насыпала, да. Еще рекомендуется насыпать эпсом в соль эпсом на поверхности горшков перед поливом. И это тоже дает им рост и цветение. Нашим любимым цимбидиумом. Если бы у меня была попрохладнее бы погода, если бы я жила в Виктории, у меня бы этих цимбидиумов было бы великое множество. Я, конечно же, помню, что у меня их и так немало. Но в основном малыши. И это дело будущего, конечно, их цветения. Вот они как. Я их покупала. Вот они долго растут в своих горшках. Долго-долго. Там кокосовые чипсы, кора. И так вот они под всеми дождями у меня стояли. Вот этот вот малюсенький-малюсенький. Он и цветет маленьким. Предполагается, что он будет цвести, когда у него 30 сантиметров только листики длиной. Сейчас вот я уже вижу тут мучнистую росу. Уже вижу там на листочке. Сейчас принесу брызгалку свою. У меня там надо стоять. Готовая в бутылке побрызгаю. Да, много-много чего у меня есть. Но было бы еще больше. Так я их люблю. Цинбидиумы. Ой, это просто моя любовь. Но не климат. Не климат это у нас для них, к сожалению. Да, вот только китайские миниатюрные цинбидиумы. Им не нужны перепады температур. Они могут расти в тепле, в комнатных условиях. В отличие от вот этих вот больших всех гибридов. Если вы покупаете просто держать в доме, на подоконнике, то, не знаю, вряд ли вы дождетесь цветения. Ну, разве что, если будете держать во дворе где-то на холодном балконе их, зимой лоджии. Вот так вот они. Тогда будет надежда, что зацветут. Но не зимой, конечно, а летом. Речь идет о лете, чтобы был перепад температур. И осенью, ранее осенью. Вот самое идеальное место для них – это улица. Ну, конечно, укрывать от чрезмерного дождя. А должен быть перепад температур. Тогда больше надежд для их цветения. От одних только комнатных температур цимбидиумы не зацветут. И в этой части сада у меня цветет моя старинная котлея. Очень-очень давно у меня она есть. Сколько я себя помню собирающей орхидеи, столько она у меня и есть. По-моему, она растет вообще с малышки у меня. И покупала я ее, конечно же, я начинала свою коллекцию с моей соседней фирмы, орхидейной. Магазин, фирма. У них в основном малыши продаются. И вот такого малыша я себе купила. Это из разряда дуриганов. Они всевозможных бывают расцветок. Как-то я никогда раньше не слышала этого имени. Тем не менее, дуриган. Но смотрю, вот русский дуриган, дуриган. Но не только дуриган может быть. Вот такой пятнистый и разнообразных сочетаний цветов и крапушек на листьях. Очень много гибридов, которые тоже имеют похожую расцветку. И, в частности, вот эта орхидея называется котлея Марк Джонс Лэнс. Это копье. На котлею экзотикс плам лепард. Леопард. Такой вот экзотический леопард. И эти оба гибрида, и Марк Джонс, и сливовый леопард, они очень, в принципе, похожи своими предками. Та же самая окландиаи, котлея окландиаи или окланди, как кому нравится. И та же самая тигрина или гутата. И ладигессия обязательно есть, и интермедия, бекала. Много очень бекала в этом гибриде. В этих двух гибридах, которые вот создал вот такой гибрид. Очень-очень восковые цветы. Очень твёрдые, очень душистые. Она пахнет и утром, и днём, и вечером. Пахнет каким-то для меня сливовым вареньем. Но, конечно, там есть ещё какой-то цветок или цветы их присутствуют. Такая губа красивая. Ну вот, наверное, как у окландиаи или вот у бекала похожая губа. И у гутаты тоже. Всегда нам не даёт два цветка. Всегда. Только два. Никогда больше. Она растёт очень медленно. Это двухлистная котлея. И такие вот у неё характерные тоненькие бульбы. А вообще тут, конечно, уже беспорядок такой. Не поймёшь, что тут вообще в этом горшке растёт. То ли это тилансия, тут псевдобайлей тилансия и горднерий тилансия. А ещё одна псевдобайлей. О, их тут много. Те, которые бульбочками. Их много там. Целая семья уже. Вытесняют котлейку из горшка. Надо заняться. Ну, нету времени. Вот начнёт она корешки выдавать. И тогда я её разделю. Пересажу. Очень красивые лепестки. И вот такие узоры с двух сторон лепестков. Ароматно просто вот на всю округу вокруг этих цветов. Ну, про особенности об уходе за двухлистными котлеями. Можно только отметить, что они очень и очень любят влагу. Поэтому их никогда нельзя пересушивать. Даже если они и просыхают у вас когда-нибудь до конца, то не держать в таком состоянии ни в коем случае. А сразу поливать после этого. Ну, единственное, можно дать, мне кажется, ей просохнуть до конца. Только когда она отцвела и ничего не растит. Такая котлея. Тогда можно немножко ей постоять сухой. Ну, и то недолго. Двухлистные котлеи, они не будут красиво формировать цветы и просто даже расти, если они содержатся в сухости. Однолесные – это другое дело. Это совсем другая категория котлей. Но, опять-таки, возвращаюсь к своим старым мыслям, что котлеи любят влагу. В любом случае, это не кактусы. И доказательства этому вот наши все дожди, пусть они там как-то неблагоприятно влияют на качество цветов, но сами котлеи растут и выдают и росты, и бутоны без всяких препятствий. Дожди, даже зимние, не являются для этого препятствием. А уж летние и тем более. Тем более. Всем добра и света. Пока-пока. Так, сейчас ты пойдешь со мной. В мою комнату я хочу вдыхать этот аромат, потому что она будет пахнуть целый день. Ну что ей пахнуть зазря, правильно? Спасибо. Спасибо. Спасибо.